здравствуйте дорогие друзья я бы хотел рассказать вам об одном интересном процессе который о котором нам не рассказала академия наук о процессе который так тщательно скрывается нашими врагами которые не являются людьми у человека у каждого человека природой дан в буквальном смысле маленький реактор в его теле который излучает определенного типа энергию о которой кстати также и умалчивает академия наук то есть в буквальном смысле с точки зрения с точки зрения официальной науки этого не существует но к счастью он у нас довольно много ученых да и вообще информации на эту тему проанализировав которую и систематизировав можно прийти к определенным выводам что да в каждом из нас есть реактор который нон-стопом вырабатывает энергию энергия бывает разный но так или иначе все максимально просто в отличие от академии наук я бы хотел в данном видео поговорить о таком явлении как вера видите ли когда у человека будет правильный образ об объекте или механизме который человек не может увидеть но с правильными данными он может апеллировать уже у себя в голове и представлять как это работает именно это и есть образование истинное образование когда слово образование является механизмом способностью человеческого интеллекта они коркой из института где подменены все образы на неправильные буквально задом наперед и так что такое вера как-то гуляя по сети я наткнулся на интересную трактовку слова веры кто-то смог из нее выжить как ведающий ра ну что же этой трактовки имеет место быть однако у меня лично не создалось никакого впечатления и главное образа что это такое но немного подумав я понял точнее не буду вам врать мне помогли это понять и я хочу сейчас поделиться этим знанием с вами потому что я верю что зная примерно процессы которые происходят с нами ежедневно мы сможем чуть лучше сорганизовать свою жизнь и как минимум будем знать что нам делать а что не делать чтобы добиться максимального результата мне пришло озарение что вера на самом деле имеет понятие вектор ра это значит что каждый человек имеет источник энергии направленного типа в буквальном смысле это значит что человек излучает энергию нарисуем это так которая называется верой не будем сейчас говорить от чего она питается она питается и это работает ведь мы же все во что-то верим и так вера скажем так это энергия которая по космическим законам которую невозможно отнять силой и наш враг знал об этом нашем интересном и знает об этом нашем интересном об этой возможности скажем так каждого человека и придумав ложные не относящиеся к нам объекты верования это это деньги это не наш темный бог это другие боги это вещи ведь согласитесь по большому счету не так уж и много у общества объектов верования и я думаю что я написал эти три пункта именно в правильном порядке потому что основополагающим объектом конечно же у каждого человека являются деньги именно так построена система а ведь система построена против нас на самом деле можно много и очень долго рассуждать на эту тему но даже я бы это назвал не рассуждать а дополнять это знание потому что это я знаю что это в буквальном смысле работает так и когда наша система является вражеской она забрала у нас знание об этом и хитроумными способами забирает всячески нашу энергию но это не значит что мы не вооружены наоборот это видео показывает то что если вы поймете и поверите главное в то что это так на самом деле то вы сможете не питать энергию опустить эту энергию или в себя или в других людей и с помощью множество знаний этот скажем так образ можно развить да но я бы хотел пока что закончить на этом потому что боюсь что я собьюсь давайте подытожим каждый из нас является источником энергии о которой мы не знаем эту энергию ежедневно используют наши враги ведь когда мы отдаем системе наши деньги мы отдаем заряженные нашей энергией объекты и неужели вы думаете что у чертей сверху прошу прощения сверху пирамиды нет технологий для того чтобы выжимать из этого максимум кпд вы удивитесь но технологии которые существуют на сегодняшний день совершенно в нашем мире совершенно отличаются от того что у нас в обиходе в магазинах и в интернете поэтому не стоит обольщаться я советую вам вместе с этим узнать достаточно информации об энергиях и источниках энергии в нашем теле которые вырабатывают те или иные или не вырабатывают но если так то как их активизировать я хочу сказать что у врагов нет этой системы а если бы была неужели вы думаете что мы существовали бы поэтому вам нужно достаточно данных чтобы правильный образ сложить чтобы понять что это за энергия как она работает и дальше уже исходя из этих данных думать над объектами своей веры ведь когда вы верите в объект в буквальном смысле вы выкидываете на ветер свою энергию но когда вы верите в человека в идею а общее коллективная мысли форма может невероятнейшие вещи делать вы даже не представляете но об этом всем есть информация и так я думаю после просмотра этого видео вы задумаетесь во что или в кого теперь верить но самое главное вы сами выбираете во что верить и вы знаете что то что преподносит вам система вряд ли будет теми объектами которые смогут взаимодействовать с нами так как если бы мы верили в своего бога в своих богов ведь эта система всегда подразумевает обратную связь а а а а а а а Продолжение следует...